Футурикон представляет Охотники на драконов Конвой Сценарий Гильяма Монталэ и Себастьяна Уссен Какое несчастье! Ни одного контракта целых две недели Может стоит поменять работу? Как насчет того, чтобы почистить картошку? Жан-Лин, мы же клиенты! А ты не можешь спросить клиентов, чтобы они... Жиздо, я думаю, что есть одна вещь, которую ты не понял Клиенты — это те люди, которые платят за то, что они употребляют А ты не клиент, ты паразит! И сразу оскорбление Неужели ты думаешь, что я скорее хочу быть бедным и больным, чем богатым и здоровым? Но ты не болен? Нет, болен! Нет! Болен? Это ты, Жан-Лин, делаешь меня больным своими постоянными упреками Я, конечно, дрожу вашей дружбой, но... Что ты хочешь, чтобы я сдал? Контракты не падают с неба Идите скорее сюда! Это великолепно! Там! Я не знаю, что там на улице! Вы сидели в размер? Что это, Гвездо? Это типичный для стран Востока корабль Вау! Ну, если носить платье поверх сканов, это круто, тогда я не знаю Добрый день, уважаемые жители таверны! Пусть весенний бриз принесет вам тысячи парфюмированных лепестков Я бы хотел представиться, меня зовут Кси Ванью, я торговец, я к вашему служу Добро пожаловать в таверну, храпящий дракон! Я рада приветствовать вас здесь, в Инданзу! Меня зовут Жан-Лин, я хозяйка данной таверны А это моя дочь Заза А это... это... клиенты А, вот видишь! Дорогая мадемуазель, я в вас сразу увидел друга красоты Вот, взгляните, пожалуйста, на продукты высочайшего класса На самом деле, очень приятный запах Специально для вас весь полный комплект всего за 10 тысяч денег Что вы? 10 тысяч? За это? Надо быть полным идиотом, чтобы отдать такую цену за духи! Мсье Юнгер Юнг, это ваша машина? Ты имеешь в виду великолепную летающую принцессу? Да, на самом деле, это для моего бизнеса Тебе нравится? Знаешь, она ведь стоит целое состояние Да, это, конечно, летающая машина, как святой тверд Но она довольно большая А это значит, что ей сложно управлять А также ей сложно припарковываться Оно специально предназначено для полетов на далекие расстояния Я был на пути к далекому острову Но, к сожалению, мы подверглись нападению дракона Я потерял весь свой сопровождающий состав Сейчас я ищу людей, которые могли бы охранять мой корабль Дракон? С тех пор, как я вас увидел, я понял, что мы поладим Но повезло, я и мой компанией Я являемся лучшими охотниками на драконов Это уж точно местные звезды Я уже потерял столько времени из-за этого дракона Превосходно тогда подпишите здесь, здесь и здесь Уважаемые охотники, позвольте представить вам мой уважаемый экипаж Господин Боло и Пинью Вы кертор? А вы Пинью? Скорее возвращайтесь Точно, еще лучше, с карманами полными золота Да, все очень ценно, и вот моя кабина, которую я сам украшал А здесь у нас ценный груз Я думаю, не надо говорить, что он стоит целое состояние Да уж не надо Пойдемте, господин Лянчо, экскурсия еще не окончена И вам нужно хорошо знать мое судно, чтобы уметь его защищать А сейчас мы в машинном отделении Я бы хотел, чтобы вы насладились технологией Да, конечно, красиво Но это всего лишь педальная система управления И, наконец, венец створения Это пункт управления летающей принцессой Я потратил на нее целое состояние Немного устарела, но функционально Конечно, чтобы управлять летающей принцессой, надо быть настоящим профессионалом Уважаемый гуиздо, это не то самое, что управлять коробкой с лилом Ладно, я закончу на этом искусстве, чтобы вы не подумали, что я хвастаюсь Нет, что вы Мы же знаем, что вы не такой уважаемый Зинзанзу Зинзанзу, спасибо И хватит разговоров В путь В путь В путь В путь В путь Вперёд, диктор очень сильный! Эй, вы двое, что вы там делаете? Мы теряем скорость! Слышите меня? Коробочка с мылом, коробочка с мылом! За кого он нас принимает этот тип? Это очень ценный груз, я на него потратил целое состояние! Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла! Я ощущаю чьё-то присутствие! Скорее, я ощущаю твоё отсутствие! Ты себя очень хорошо чувствуешь! Я что-то чувствую, что-то страдает! Я чувствую это его страх! Это странно! Ты просто набрался от Зинвана! Надо искать дракона! И вообще, я надеюсь, что он настолько же смелый, насколько самодовольный! Но это что-то великое и благородное! Успокойся, Лянчун! Нам не о чем волноваться! У нас на руках денежный контракт и плюс бесплатный проезд! Да, господи! А вы не могли найти другую дорогу? Что, другой дороги нет, кроме как дорога с кусками грязи? Это короткий путь, мы торопимся! Я не тороплюсь быть раздавленными кусками острова, и учитывая мой огромный опыт, здесь намного опаснее! По-настоящему хороший пилот не должен бояться! Поэтому смотрите и учитесь, потому что я люблю тебя! Что? Вы чем-то озабочены! Не так! Вы меня наняли, чтобы я защищал вас от драконов, а не... Плохой полет Фуншен! Оставьте меня! Со мной все в порядке! А я за вас не волнуюсь! Оставайтесь на своих местах! Винью, прибавь скорость! Понял! Подождите, вы хотите идти этим путем самостоятельно? Оставьте это дело профессионалу! Тем дальше, тем лучше! Подождите-ка! Этот остров мне кое о чем говорит! Вы тут еще не приезжали? Конечно же, проезжали! Мы тут уже были! И снова здравствуйте! Знаете, хочу вам сказать, что это очень профессиональное вождение! Пинью, останови машину! Что тут происходит? Неужели у вас возникли проблемы с ориентированием? Ради Фуншена это полностью ваша вина! Из-за ваших решений я утратил концентрацию! Я? Я только смотрю и учусь, уважаемый пилот! Только смотрю и учусь! Гектор может помочь! Нет! Вам надо крутить! Почему мы стоим? О, Лянчу, ты не поверишь! Мы потерялись! Кроме того, мы сломались! А еще нас, скорее всего, уничтожат куски острова! В общем, все идет довольно хорошо! Нам не хватает только нападения дракона! Кто это? Нет, только не дракон! Господи! Странно, этот дракон обычно не агрессивен! Ну, агрессивный или нет, такое чувство, что он собирается напасть! Вам платят за то, чтобы вы защищали! Защищайте! Генчу! Гектор! Скорее на Святого Джорджа! Мы еще посмотрим, является ли Святой Джордж коробкой для мыла! Хишя! Глазо! Глазо! И вот! В атаку на дракона! Ну, принимайте работу! Несколько акробатических ссылков, и мы победили этого дракона! Победили? Мянчу, вы произвели для меня впечатление! Ничего особенного, мы еще не в форме, потому что мы профессионалы! Их было всего трое! Господин Боло за работу! Мы отправляемся! Лавка, а что это наш парфюмер? Я могу вам помочь? Я просто хочу удостовериться, что Врус не пострадал при нападении! Я вас благодарю, но это моя работа! Вам нужно оставаться на палубе, так будет лучше! Христоф, ты не мог бы проконсультироваться с Дрэгоном Микконом? Я бы хотел узнать побольше про этого дракона! Хотел бы узнать, где его слабое место, хорошо? Я просто хотел удостовериться, что иногда они обижаются! А ты не скажешь, как нам это поможет, если мы будем встать, обижается он или нет, когда он на нас нападет! Когда мы будем знать, какая у него на то причина! Мистер Боло, мы готовимся к ночи! Подготовьте веревку! Это как раз то, что нам надо! Наконец-то можно будет отдохнуть! Что это за запах? Кто-то помылся или что? Уважаемый гвиздор, этот цветок называется магнатум, известный силой своего запаха, который может исцелять! Да, вы знаете, какие-то хорошие вещи, которые чувствуют, да? Слишком много работы! Не хочу! Я идентифицировал дракона! Это Джао Пао! И ты был прав, потому что он никогда не нападает на человека! Но, как вводит к Фин Ман Ю, я не вижу причины, почему бы ему не расстроиться! Это его привлекло и сделал агрессивный! Может, он устал? И хотел поближе почувствовать запах! И эти три рассерженные барбака начинают на меня наступать! Я себе говорю, Гвиздо, ты же смелый охотник, ты профессионал! Когда я прошу тебя помыть посуду, то это надо делать с помощью воды, а не с помощью языка! Я так хорошо поел! И я сказал тебе, ты должен выстоять! Я смотрел прямо в глаза рассерженному барбаку! Гвиздо очень смешной! Ваша история очень интересная, но, к сожалению, у жизни сопровождающего это не только отдых! Мы встречаемся с опасностью и смело смотрим ему в лицо! А Гвиздо любит выдумывать! В следующий раз на меня напал огромный дракон! Жизнь охотника на драконов очень увлекательна! Гвиздо любит рассказывать историю на свой манер, но это не всегда только героизм, терпение и упорство! Вот, друзья, охотник, они красивые истории! Тут же и у нас! Профессия сопровождающего тоже не такая уж и легкая! Очень сильно устаешь от ее! Мистер Болон, а что в этой коробочке? Ну, там разные эссенции и духи! Тогда почему она запечатана? Ну, потому что некоторые эссенции боятся света! Вам надо разделить воспоминания о приключениях с мистером Гвиздо! Охота! Это очень хорошее занятие! И, начиная с этого момента, мы будем уважать закон охоты! Не все драконы опасны! И надо помнить, что они тоже иногда расстраиваются! Как, например, дракон, который сегодня на нас напал! Этот дракон безвреден! Что происходит, Лянчу? Я чувствую присутствие дракона, он близко! Вы способны чувствовать присутствие дракона, даже не видя его? Да, я чувствую благородное присутствие! С самого начала путешествия я должен вам кое-что сказать, Лянчу! В закрытой коробке! Драконы! Они возвращаются! Инь-Ю! Крути педали быстрее! Господи! У нас не получится, ать не хути! Получится! Мы потеряемся в буре, и это нас спасет! Не бойтесь, уважаемый Гвиздо! Это глупо! Зачем уходить от драконов, когда мы все равно потеряемся в шторме? Ладно, Гвиздо! Такой грехи пелот, как вы, должен обладать большей смелостью! Держите! Главное, что груз не поврежден Но нам нужно быстро отремонтировать корабль Я и господин Боло займемся шаром, а вы начинаете разгребать обломки Скажи, Ильянчу, мы же охотники, а не ремонтники Тебе не кажется, что надо пересмотреть зарплату? Посмотри О господи, это же королева Кзалпау, это ее куколка Вот почему за нами охотятся драконы, они хотят спасти королеву Во имя Фуншана, что вы там делали? Это мы должны задавать вам вопросы Наш контракт не предусматривал транспортировку пленному Кокон дракона, вы понимаете, что этот кокон сделает меня богатым И у вас, кстати, будет право получить вашу долю, если вы мне поможете Что вы собираетесь сделать с этим коконом? Я собираюсь осторожно извлечь из него жидкость, которую он содержит Иначе после ее соприкосновения с воздухом она может испариться прямо вверх А потом я обработаю эту жидкость и сделаю из нее дыхки, которые будут стоить очень тонко на всех островах Что вы собираетесь сделать, просто недопустимо Идем к Гвездо, мы уезжаем Ну, вы не можете, а как же контракт? Учитывая риск, мы, конечно, можем остаться, но только если вы пересмотрите нашу оплату Даже за все гимни мира я здесь не останусь Удачи, господин Мусанов, она вам пригодится Пенью, я буду скучать Пока Пока Всегда нам надо спасти мир Сколько можно? Быстро Что нам делать? На этот раз ты не уйдешь Не волнуйтесь, мы идем на помощь Господи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я просто зашел, чтобы убедиться, что с вами еще поля Скорее Нам надо освободить короля, это наш битвый шанс Что вы делаете? Мой кокон, мой драгоценный кокон Прекратите Янчу Аккуратно, драконы Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok